всем привет первые чесночные работы первые весенние работы на чесночной грядке значит первым делом я вам говорил снимаем укрытие у кого какое есть у меня укрытие было лапник лапник вот сняли прошел немножечко небольшой дождичок чеснок хорошо взошел и первые работы на чесночной грядке это рыхление чеснок очень любит рыхление когда его рыхлят ему становится легче дышать и это не обязательно вот весной делать рыхление рыхление надо делать в течение всего сезона рыхлить чеснок чтобы он дышал чтоб сверху грунт у него был такой рыхлый не забитый после зимы грядки забитые все снег лежал потом дожди шли и в течение всего сезона пока растет чеснок его нужно периодически рыхлить обязательно вот и сейчас весной нужно чеснок подкормить подкормить желательно минеральными удобрениями мочевина карбамид или у кого-то есть удобрение комплексное там азот фосфор калий вообще сейчас в начале сезона ему нужен только азот чесноку чтобы он на рачить наращивал зеленую массу а дальше уже будем его подкармливать залой в зале есть и фосфор и калий чтобы чеснок наращивал уже головку накапливал в себе все питательные вещества чтобы хорошо хранился чтобы был вкусный полезный сочный значит весенние работы с грядкой это рыхление и подкормка а дальше будем тоже самое рыхлить поливать подкармливать значит я подкормила мочевиной столовая ложка на один квадратный метр вот у меня грядка 90 сантиметров и 6 метров в длину я буквально 3-4 столовые ложки разбросала карбамида больше не надо если у вас земля сухая не было дождей у нас просто в подмосковье шли дожди несколько дней поэтому я прям под дождик разбросала мочевину и она сама уже вся растаялась питалась если 7 земля сухая то сначала ее нужно полить столовая ложка мочевины на 10 литров воды проливаем и потом на следующий день и рыхлим не сразу рыхлим потому что земля будет сильно мокрая а только на следующий день вот и весь уход всем спасибо подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем пока